Новый Верховный суд начал работу. Это единственный орган, имеющий полномочия пересматривать в порядке решения, принятые судами первой инстанции и апелляционными. Все высшие спецсуды прекратили свое существование. Начало работы приурочили к столетию со дня основания Верховного суда Украинской Народной Республики. В эти минуты начинаются торжества. По случаю начала работы участие в них примет президент Украины Петр Порошенко. Еще полгода под санкциями лидеры стран Евросоюза продлили экономические санкции в отношении России. Решение европейские лидеры приняли на саммите ЕС в Брюсселе. Ограничения направлены на финансовые, энергетические и оборонные сектора. Президент Украины Петр Порошенко назвал это достойным ответом за невыполнение обязательств Москвой. Важное политическое решение лидеров Евросоюза продление экономических санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины и нежелание прекратить гибридную агрессию против нашей страны. Достойный ответ Москве за невыполнение своих обязательств и четкий призыв к изменениям в политике Кремля. Санкции против России страны ЕС ввели в июле 2014 года в ответ на аннексию Крыма и поддержку боевиков на востоке Украины. Двое украинских военных ранены, двое контужены за последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции. В штабе зафиксировали более 20 обстрелов со стороны российских наемников. На каждую вторую провокацию защитники открывали ответный огонь. Об этом сообщает спикер штаба АТО Василий Лабай. По его данным, боевики сосредоточены на линии разграничения в Приазовье и на районе вблизи разрушенного Донецкого аэропорта. В частности, возле Маренки вели огонь из танка. Высокий градус напряжения на Светлодарской дуге. На луганском направлении вечером враг из минометов и гранатометов неоднократно вел огонь вблизи Луганского, Троицкого, Новоалександровки и Трехизбинки. Из вооружения БМП противник нарушал перемирие у Светлодарска. Россия стягивает военную технику к границе с Украиной, создает мощную военную инфраструктуру и может начать широкомасштабные боевые действия в любой момент. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании комиссии Украина-НАТО. Накануне секретарь СНБО встретился с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, обсудили противодействие российской агрессии на Донбассе и переход украинской армии на стандарты НАТО. Столтенберг подтвердил готовность стран-участниц Альянса помогать Украине. Похищенному в Беларуси, незаконно удерживаемому в России украинцу Павлу Грибу, Краснодарский суд изберет меру пресечения. Заседание планировалось на 19 декабря, однако суд перенес его на 15-е. Об этом ЮЭТВ рассказал отец Павла Игорь Гриб. Он уверен, это сделано, чтобы зарубежные журналисты и дипломаты не успели приехать вовремя. На заседание поехала его жена, мама Павла. 18 октября Краснодарский райсуд продлил юноше срок задержания под стражей на два месяца. 19-летний украинец Павел Гриб в конце августа отправился в белорусский гомель на свидание с девушкой, с которой познакомился в соцсетях. Однако домой парень не вернулся. Через несколько недель выяснилось, он в СИЗО Краснодара. Российские власти обвиняют его в терроризме. Пять заявлений за три года подала Украина на Россию в Европейский суд по правам человека. Два иска касаются аннексированного Крыма, еще два оккупированных района Востока Украины и один о детях-сиротах на Донбассе, которых похищали и вывозили в Россию. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Иван Лещина. По его словам, Киев продолжает собирать доказательства в ЕСПЧ о нарушениях прав человека со стороны Российской Федерации в оккупированном Крыму и на Донбассе. Мы доказываем, что Россия блокировала украинские военные части, незаконным образом вводила свои войска, контролировала незаконные военные формирования на территории Крыма. Есть также материалы, в которых говорится о завозе студентов для картинки всеобщего одобрения аннексии населением полуострова. Есть показания украинских военнослужащих и гражданских, которых подвергали пыткам, незаконно удерживали под стражей. Ранее мы подали показания 50 свидетелей, подготовили более сотни видеороликов, где четко видны все аспекты незаконных действий России. США помогут Украине с кибербезопасностью. В Конгрессе разработали и рекомендовали к одобрению специальный проект закона. В документе предусмотрена помощь правительству по установлению программного обеспечения на компьютерах органов власти, в том числе систем программной защиты. Кроме того, США готовы помочь Украине в отказе от российских технологий. Япония ввела новые экономические санкции против КНДР. Заморозили активы 19 северокорейских организаций, заявил генеральный секретарь кабинета министра в Японии Йосихиде Суга. По его словам, причина ограничений в том, что КНДР не освобождает задержанных японских граждан, а также не выполняет решение резолюции Совета безопасности ООН о ядерном разоружении. Сегодня во второй половине дня СовБЕС обсудит ядерную программу Северной Кореи на заседании в Нью-Йорке. В конце ноября прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Как говорят в Киньяне, снаряд может достичь любой точки на территории США. В столкновение с полицией переросла акция протеста у здания парламента в Буэнос-Айресе. Депутаты собирались рассматривать пенсионную реформу. Согласно законопроекту, поднятие пенсии привяжет к росту инфляции. Сейчас выплаты увеличивают в зависимости от роста зарплаты, налоговых поступлений. Против этого выступает ряд профсоюзов. Они вывели на улицы несколько сотен человек. Из-за демонстрации голосование отменили. В результате лесного пожара в США погиб спасатель. Инцидент произошел неподалеку от города Санта-Барбара. Это уже вторая жертва пожара. Он начался 4 декабря. Эти кадры сняли в среду рядом с Санта-Барбарой. Сейчас горит более тысячи квадратных километров лесов, что больше, чем площадь Нью-Йорка. 96 нелегальных мигрантов из стран Африки спасла береговая охрана Ливии. Они пытались переплыть Средиземное море на лодке и попасть в Европу. Эти кадры сняты сразу после того, как нелегалов доставили в порт Триполи. Позднее их отправили в центр содержания беженцев. Большинство из них граждане Ритреи, пишет агентство Reuters. Это уже второй подобный случай за последние два дня. Накануне береговая охрана Ливии спасла 114 мигрантов. Вы смотрели самые главные новости. К этому часу с вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова